Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о многих проблемах. У нас сегодня в студии Олеся Зиновьевна Варапаева, генеральный директор, управляющий компанией «Левобережье». Здравствуйте! Давайте сразу начнем с хорошего, а закончим проблемами. Ну, тоже, насколько это хорошее. Да нет, это хорошее, но, тем не менее, это такое начинание впервые, насколько я знаю, у нас. Может быть, кто-то из управляющих компаний это тоже проводил, скорее всего, да. Но мы поддержали это начинание. Это газета «Аргументы и факты» предложила провести такой совместный проект. И мы откликнулись и приняли для себя решение, что это будет начало и будет продолжение. Мы обязательно это будем проводить и дальше. Давайте посмотрим материал. Поможем нашей природе. Сдаем вторсырье, спасаем планету. Таков девиз акции, организатором которой выступила управляющая компания «Левобережье». В завершении года экологии в России она стала весьма показательной. В пункт приема макулатуры образовалась очередь. Это говорит о том, что амичи осознают необходимость сохранения окружающей среды. На самом деле, макулатура – это вторая жизнь, да, то есть это жизнь наших деревьев, поэтому это надо поддерживать. Людям надо давать возможность цивилизованно избавиться от того, что у них накопилось. Переработка вторсырья – вопрос актуальный. И если к складированию пластика в специальные контейнеры люди уже немного привыкли, то для сбора макулатуры еще предстоит определить оптимальную форму. В ходе акции многие увидели аналогию с подобными мероприятиями в советские времена. Раньше же какие-то ездили машины, я как сейчас еще помню, мы на шарики меняли нам на резиновые, надувные шарики мы сдавали вторсырье. Ну а сейчас вообще, сейчас еще так много этого пластика ведь появилось, вот этих бутылок, которые разлагаются по сто лет, и мы все это закапываем. Акция по приему вторсырья стала настоящим праздником для жителей 12-го микрорайона. Выступали творческие коллективы, работала полевая кухня, с детьми играли ростовые куклы, рассказывая при этом о важности экологических проблем. Масштабное мероприятие поддержала и администрация Кировского округа. Свою лепту в сохранении природы внес глава округа. Сегодня проводится сбор макулатуры. Наверное, мы забыли это хорошее направление, но переработка макулатуры, она позволит не рубить деревья и использовать вторсырье для дальнейшего использования. Объявляя о проведении в России года экологии, президент обозначил главную цель – привлечение внимания общества к проблемам экологии. Акция управляющей компанией «Левобережье» не только выполнила эту задачу, но и позволила собрать целый грузовик вторсырья для переработки. Олеся Зиновьевна, это в рамках президентской программы? Да. Инициатива? Инициатива, аргументами и фактами, была предложена в рамках президентской программы «Год экологии в России». Откликнулись на это и округ очень активно. Вы видите, у нас там прям мероприятия такие. И весело, и интересно. Да, то есть мы, управляющая компания, подключились к этому вопросу. Ну и сделали для себя очень хорошие выводы. Во-первых, этим надо заниматься на постоянной основе, скорее всего. Потому что, вы знаете, близлежащие дома просто очистились от той макулатуры, которая на переходных лестницах накапливалась. Люди уносили, не всегда доносили до контейнерной площадки, и вот оно вот как-то там накапливалось. Особенно активно все пошло. Вот съемочная группа немножечко уехала. А вот к часу дети пошли из школы. Знаете, как в старые добрые времена. Пошли макулатуру. Дети пошли собирать макулатуру. Да, очень активно. Управляющая компания «Левобережье» в данном случае победителем конкурсов сертификаты подарочные предлагала. Это 5000 сертификат ленты за первое место. Это, соответственно, 3000 сертификат ленты за второе и третье место. Так вот, победителями были как раз у нас школьники. Это 140-я гимназия, 7-й и 5-й класс во главе с классным руководителем. Отличные молодые ребята и молодой классный руководитель организовал детей и дети. То есть все было очень интересно. И родители в этом классе детям помогли. Понимаете, то есть вот потребность населения в этом есть. Вот раньше вот это вот было сбор макулатуры в школах, да? Всегда было. Всегда. Это потребность населения в этом есть и на сегодняшний день. Ну, во-первых, это для нас, как управляющей компанией, это чистота в подъездах, в домах. Это не складируется все на контейнерных площадках. Люди получают за это денежные средства. Ну, и, соответственно, мы действительно бережем природу нашу. Об этом надо думать, об этом надо помнить. И это посыл в будущее. Дети, когда в этом будут участвовать, будут участвовать активно. А они участвуют активно, как показал практика в субботнишнее, да, показал. Это надо будет делать. Это мы, наверное, будем переходить на такую более-менее постоянную основу. Делается процедура очень легко и просто. Просто уведомляется на подъездах, вывешиваются объявления. Аргументы и факты очень нам помогало. Они делали анонс в газете о том, где это будет проходить, как это будет проходить. Цена указывалась за килограмм макулатуры, да. Мы тоже самое, этот же анонс на подъездах на квартирных жилых домов. И люди по адресам прямо подъезжали. Вы знаете, а к 12 часам, потому что всего лишь 2 часа пробные были у нас. Потому что мы не знали, будут люди, не будут люди, откликнуться, не откликнуться. В 12 часов стояло несколько легковых машин, которые говорили, точно тут? Мы говорили, точно тут. Хорошо, мы поехали загружаться. Так люди реально загружались. Потому что первое место у нас было 221 килограмм. 221 килограмм. 221 килограмм. Второе и третье место очень недалеко ушли. Но остальных мы уже не поощряли. В виде поощрения это были те денежные средства, которые они получили за сданную макулатуру. Вот надо это проводить. Это будет на пользу и квартирным жилым домам, и жителям, и родине. Природу надо беречь. Вот на такой мажорной ноте мы эту часть программы заканчиваем. Давайте посмотрим как раз рекламу и продолжим нашу программу. Продолжим нашу программу. Давайте посмотрим теперь материал об ОДН. Там будет и ваша компания, и, скажем так, наши коллеги тоже снимали о плачевных последствиях для некоторых компаний и плачевных последствиях, к сожалению, для жильцов. Неуплаты за ОДН и перечисления и так далее. Давайте посмотрим. Экономить, чтобы развиваться. Преимущества этой схемы уже оценили жители многих домов, управляющие компанией Левобережье. За счет средств, сэкономленных на ОДН, произвели очень важные работы. В малосемейке на Заречном бульваре появилось новое освещение. Приятный сюрприз в конце года. Мы решили сразу же поставить эти светильники с датчиками на движение. 77 на два подъезда. И мы считаем, что вот особенно в эти темные месяцы, ноябрь, декабрь, январь, февраль, когда будет очень темно, мы все-таки получим приличную экономию. Ее можно пустить на полезное дело, например, на счет текущего ремонта дома. Этой же возможностью воспользовались и жители дома на лесном проезде. В подъездах чисто и уютно, а теперь еще и светло. Если раньше приходилось регулярно менять лампочки, то теперь такой проблемы нет. Во-первых, у нас экономия будет и на безопасность. У нас лампы не так будут перегорать, они часто не эти качественные лампы. Поэтому нас это очень устраивает все. Сэкономленные на ОДН средства направляют и на более серьезные работы. По совету управляющей компании Левобережье, жители дома на бульваре архитекторов решили установить пластиковые окна. Мыслят стратегически. После замены окон можно начать ремонт в подъездах. Мы надеемся, что когда поставим окна пластиковые, у нас будет тепло, светло и уютно. Еще один дом в нефтяниках. Под крылоуправляющей компанией Левобережье он перешел совсем недавно. По словам жителей, дом буквально спасали. Сделали немало, но список необходимых работ по-прежнему большой. Поэтому перерасчет ОДН как рука помощи. На сэкономленные 120 тысяч поменяли запорную арматуру. Вместо старых чугунных кранов теперь современные шаровые. И в доме стало намного теплее. Мы приняли решение заменить отопительную систему. С помощью управляющей компании и силами управляющей компании этот ремонт произведен был в подвале в кратчайшие сроки. В принципе, на данный момент эти изменения почувствовали все жители дома. Сделать все, чтобы улучшить жизнь людей для руководства управляющей компанией Левобережье – такая позиция норма. Средства, сэкономленные на ОДН, дали дополнительные возможности. Впрочем, в последнее время участились совсем иные случаи. У многих компаний миллионные долги за ОДН. Последствия могут быть крайне неприятными. Недавно в Омске в одном из домов, находящихся в управлении у компании «Комфортный дом», за долги по ОДН отключили свет в местах общего пользования. Перед тем, как сказать о тех материалах, домах, которые были сняты у вас, я вот о окончании этого сюжета хочу сказать. Комфортный вот этот дом, ну, прям от себя могу сказать, что недавно позвонили мне как старшему по дому. Видимо, не знали, что я ведущий программу «Правдом». Ну, скажем так, в спокойно доступной форме намекнули, что могут дать большую сумму денег. А там, по-моему, у них даже на сайте это есть. Вот этого комфортного дома. Что могут дать большую сумму денег, если я уведу дом в другую компанию, к ним. Вот. Я еще раз хочу обратиться и к жилищной инспекции. Строже быть с такими компаниями. Вот тоже, а как им здесь наказывать, тоже непонятно, да? Лицензию отбирать, не отбирать. То есть, это должно быть заявление от старших по домам, или как это все будет происходить. Ну, вот такие проблемы у людей из-за действий комфортного вот этого дома, как я понимаю, да? Проблемы серьезные. Отключают общедомовые места общего пользования, вот эти все. Темно в коридоре, проще говоря. Но деятели из комфортного дома продолжают пытаться переманивать другие дома. Но это отдельная тематика. Я думаю, Левобережье в той степени не угрожает. Это как другим не столь большим компаниям. Но тем не менее. Вот здесь, все-таки, взять ОДН. Почему вот у некоторых компаний так плачевно все случилось с ОДН? И я помню, как в начале прошлого года, да и сейчас многие, очень в жесткой форме критикуют Левобережье за то, что вы в полном объеме начисляли и перечисляли ресурсникам. Вы не оказались в стадии банкротства и закрытия? Ну вот, хотела бы поддержать вас здесь не в плане того, что сложно работается на рынке, когда появляется такой открытый демпинг. И вы говорите, Левобережье это не касается. Но вы знаете, когда люди демпингуют, это касается всех. А, да, они маленький тариф самый предлагают. Это касается всех. А демпинг заключается не только в маленьком тарифе по обслуживанию жилья, но и в том, что люди и ОДН тоже выставляли ниже, чем норматив. И тем самым говорили людям, что нам будет достаточно, будет хорошо. И мы действительно в начале года в Кировском округе, не только мы одни в Кировском округе, у нас практически все управляющие компании, да и не только в Кировском, были и есть управляющие компании. были и есть управляющие компании во всех кругах, которые выставляли ОДНы по нормативу. И мы, эти компании, находились в ситуации напряжения очень большого, потому что и граждане, и надзорные органы психологически оказывали очень большое давление. Почеркну слово психологически. Потому что по факту, когда граждане обращались в те же надзорные органы с жалобами о том, что управляющая компания выставила норматив, предписание надзорного органа не следовало, следовало ответ, что управляющая компания сделала все в соответствии с законом. Это правда. Это была такая вот вилка между тем, что говорил закон, и между тем, что говорили с экранов телевизора. И вот те, кто писал закон с экрана телевизора, им не хватало смелости сказать, что да, так оно и будет. И вот именно так оно и правильно. Нет, они в Москве, им это не интересно. И начинали говорить то, что да, вот, наверное, должны. Но не вносили изменения в законодательство. Поэтому мы действительно выставляли все это время норматив. Я вот на прошлой неделе мы провели встречи со всеми уполномоченными представителями на квартирных жилых домах управляющих компаний Левобережья. И мы, знаете, что обсуждали, что действительно мы год заканчиваем совершенно с другими итогами. Вот кто-то обсуждает отключение электричества в местах общего пользования. Вот домашнюю газету я читала не так давно. Там и Сергей Владимирович Плисов дает интервью о том, что каскадное банкротство управляющих компаний к концу года началось. Понимаете, там совокупность признаков. Оно началось, каскадное банкротство, да, то есть, как бы, к концу года. Результатом этого, естественно, влияют многие факторы. И мы смотрим, когда какие-то организации, то помним, что эти организации в начале года говорили о том, что они не будут выставлять УДН, и не выставляли несколько месяцев. Потом говорили, что они будут выставлять средний, либо по факту. Понимаете, да? И мы помним же, кто это заявлял и кто это делал, и теперь смотрим, кто у нас в предбанкротном состоянии. Совпадают. Совпадают, понимаете, да? А к какому результату пришли сегодня с уполномоченными представителями мы? Уже порядка полутора месяцев мы с уполномоченными представителями и собственниками квартирных жилых домов обсуждаем вопрос, на что мы будем тратить эти денежные средства. Потому что ежемесячно... Оставшиеся от УДНов. Выплаты по УДН. Есть дома, где нет остатка. Они вот... Ну, так сложилась ситуация, что у них нет остатка. У них не платежи покрыли все. Ну, люди не платили, потому что там призывали активно. Не платите, это неправильно. Поэтому то, что мы начислили, то, что мы выставили, то, что люди заплатили, оно практически в ноль схлопнулось. Где-то даже с небольшим минусом. А есть дома, которые четко шли по платежной дисциплине и вносили оплату. Вот у этих домов мы сейчас обсуждаем вопрос о том, на что мы будем тратить эти денежные средства. Почему мы обсуждаем вопрос на что? Потому что, опять же, у нас в законодательстве внесен момент о том, что управляющая компания должна будет по результатам года произвести перерасчет. Но в июле 2018 года. Вот мы считаем, что справедливо людям сейчас отдать эти деньги, чтобы они уже сейчас могли какие-то осуществить ремонтные работы. И при этом мы нацеливаем граждан на то, чтобы эти ремонтные работы были проведены именно с направлением дальнейшей экономии ресурса. То есть, если мы, условно говоря, получили экономию денежных средств от УДНов, от ресурсов, потребляемых в местах общего пользования, то желательно, чтобы оно было направлено в дальнейшем на большую экономию. Я сейчас расскажу, какие мероприятия граждане уже проводятся, сколько у нас уже сделано. Но перед этим я хочу сказать, мы не ожидали такой реакции. 80% многоквартирных жилых домов приняли решение направить денежные средства на ремонтные работы. 80%. Не вернуть себе деньги? Не вернуть себе деньги, а направить на ремонтные работы. Потому что, нет, понятное дело, что на каждом доме есть 2-3 гражданина, какой-то процент граждан, которые говорят, верните нам назад. Они у нас чаще всего и названивают на программу. А вот большая категория граждан, вот большее количество людей, вернее, не категория, большее количество людей сказали, мы уже пережили без этих денежных средств, январь, февраль, все эти месяцы. Перерасчет назад будет каждому незначительным. 200-300 рублей, кому-то 500 рублей. Там по-разному, в зависимости от экономии. Но лучше эти денежные средства, раз они уже накопились, направить на проведение работ, раз управляющая компания предлагает. Так вот, мы уже начали и устанавливали уже сейчас, в 2017 году, не дожидаясь 2018 года, июля месяца, светодиодные лампы с датчиками на движение. Потому что это экономия ресурсов в первую очередь. Я вам хочу сказать, что эти цифры просто впечатляющие. Мы установили 3920 штук светильников за это время. Это 240 многоквартирных домов. И до 31 декабря 2017 года еще будет выставлено порядка 600 светильников такого характера. Это будет примерно 70 многоквартирных домов дополнительно. Итого 310 многоквартирных домов из 468 домов, управляющих компанией Левобережья, за счет средств УДНов будут выставлены светильники. То есть проведены энергосберегающие мероприятия. Я хочу сказать, что мы практически свято выполняем 261-й федеральный закон об энергоэффективности. Это показатели очень высокие. Это позволит жителям в дальнейшем экономить УДНы в местах общего пользования по электроэнергии. Сколько примерно? Вот, допустим, обычная лампочка, которая у нас там 60 киловатт, данные светильники потребляют в 20 раз меньше. 3. 3 ватта. 3 ватта. Да. В 20 раз меньше. Это когда горит. Так она же еще и не горит. Потому что она с датчиком на движении. Это когда горит. Все верно. А ведь она еще и не горит. В большинстве случаев. Потому что если ночью все вернулись домой, свет гаснет в подъезде, он же начинает загораться. Ну, датчик на движение, все мы понимаем, что это такое, да? То есть выходишь в подъезд, он загорается. Спускаешься ниже, он у тебя там гаснет по ходу твоего движения, он загорается, да? Поэтому это еще один виток экономии получается, помимо того, что она сама потребляет меньше, да? Также мы ставим кобры. Кобры одна. Ну, на домах люди приняли решение, что должны быть не только предподъездные у каждого подъезда, но и кобры. Есть дома, где 2-3 кобры на 6 подъездов. Кобры это кто такое? Это дополнительное освещение, фасадное освещение. Мы их называем кобры. Ну, потому что она так вот красивенькая выглядит. Такой светодиодный прожектор мощностью 50 ватт вместо 250. Тоже показательно. И мы уже с декабра месяца полностью перешли от ламп накаливания к энергосберегающим лампам. То есть больше ламп накаливания мы не покупаем вообще. Потому что денежных средств УДН достаточно для того, чтобы нам приобретать то оборудование, те осветительные, скажем так, приборы, которые дают экономию в дальнейшем. Ну, а помимо этого, граждане принимают решение решить свои насущные проблемы. Вот, допустим, в Советском округе это подвальное помещение. Конечно, мы там работаем 3-4 года, и подвал еще не привели в надлежащее состояние. Ну, потому что просто средств граждан нет. И дополнительные денежные средства по УДН, они дают возможность решить и эту проблему очень большую для жителей. Кто-то ставит пластиковые окна на эти денежные средства. Это как решат граждане, что у них необходимо в первую очередь. Ну, кстати говоря, пластиковые окна, двери – это тоже энергоэффективность. Это тепло, которое сохраняется в доме. Поэтому у нас хорошее настроение. У жителей тоже. Встречи мы провели. Старшие по домам и полномоченные представители заняты вопросом не о том, где взять денег, чтобы заплатить за места общего пользования, чтобы в подъезде включили свет, а заняты тем, какие ремонтные работы необходимо проводить, потому что у них денежные средства накопились. Ну, здесь еще в завершении нашей программы – это хорошая вещь. То, что вы не прятали голову в песок, а делали все по закону. И вот теперь это вышло плюсом и вам, и жителям. Но у нас есть вопрос, скажем так, не то чтобы критический, но очень непростой. Это поступило в группу ВКонтакте, как раз мою депутатскую группу. Давайте послушаем и ответим. Марина Баженкова. Вопрос из группы ВКонтакте. Проживает на 70 лет октября. 14, квартира 128. Владимир Борисович, здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Столкнулись с ситуацией, с которой никогда раньше не сталкивались. Купили квартиру, затеяли ремонт. Ну и, как обычно, взялись за канализацию. Решили поставить ограничивающие краны на стояки, установить счетчики холодной и горячей воды. У нас есть знакомый сантехник, которому мы полностью доверяем, так как он неоднократно хорошо делал нам подобные работы в других квартирах, в которой также работает другой УК. Решили подать заявку в УК Левобережье на отключение воды в определенный день. На что в ответ услышали от главного инженера компании, что мы не можем отключить воду, если работают не наши работники. А стоимость их услуг чуть ли не в два раза дороже рыночных. Далее по разговору с главным инженером. Мы можем допустить компании, у которых есть лицензии на осуществление данных работ, предоставив схему установки, сертификаты на материалы и так далее и тому подобное. Я думал, это шутка, так как с таким еще не сталкивалась в других УК. Говорит, пишите заявление на гендиректора в офис. Что они скажут, то и будем делать. Заявление и ответ прикладываю. Подскажите, правомерно ли поступает и что нам делать. Понимаете, в моей собственной квартире они еще мне указывают, кого нанимать. Случись какая ситуация с протеканием, отвечает собственник. Олеся Зиновьевна, вопрос непростой. Юристы говорят о том, что не может так управляющая компания ограничивать жителя, когда он хочет провести. А управляющая компания не ограничивает. Управляющая компания выдвигает требования к той организации, которая заходит и будет работать на инженерном оборудовании, которое будет касаться потом отопления всего многоквартирного дома и затронет интересы всех собственников. Потому что за эксплуатацию теплоэнергетической установки всего дома отвечает обслуживающая организация, то есть управляющая компания. Поэтому мы не то чтобы имеем право, мы обязаны потребовать сертификаты на материалы, чтобы это не было то, что по проекту у нас стоит металл, а отдельный житель хочет полипропилен. Понимаете? А потом и начинается у нас одно с другим не так связали, и у нас и протопление, и все подряд бывает. Понимаете? Или, допустим, по проекту необходимо 6 секций, чтобы было в батарее, а нам захотелось 8 секций мы поставили. Поэтому мы требуем, во-первых, проект, чтобы мы понимали 6 или 8 секций. Гражданину, который живет ниже или выше, потом холодно будет или нормально будет жить с тем, чтобы гражданочка наремонтировала у себя. Понимаете? И какого качества материалы? Потому что на отопление иной раз ставят материалы, которые можно ставить только на холодную воду. А потом это у нас разрушается, все, и мы топим несколько этажей вниз. Поэтому все сертификаты на материалы, проекты на изменения, либо на переустройство инженерного оборудования управляющей компании требуют в обязательном порядке. И если требования управляющей компании не исполняются, управляющая компания не допускает на работу. То есть стояк не отключает? Нет. Нет, потому что мы защищаем интересы всех граждан в этом доме. Не только одну квартиру. А была уже судебная практика на этот счет? У нас заканчивалось на уровне жалоб в надзорные органы и те доказательства, которые мы предоставляли, надзорные органы вполне устроили. Ясно. Ну, в общем, тут я думаю, что истории эти будут в определенной степени продолжаться. Мы будем давать разъяснения. К сожалению, время нашей программы на сегодня ограничено. Я хочу поблагодарить Олесю Зиновьевну и Воропаеву за то, что вы пришли. Генерального директора управляющей компании «Левобережье» за то, что пришли. Подробно нам рассказали, ответили на многие вопросы. Ну и откровенно поделились своими методами работы, за которые вас в прошлом году вначале критиковали по УДН многие. А теперь, в общем, результат такой, что многие жители и довольны этим. Непростая, скажем, такая ситуация. Сейчас мы посмотрим, как будет дальше развиваться с этим самым каскадным банкротством управляющей компании. И потом будем делать выводы у себя на программе. Ну, а на этом программа «Управдом» на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok